привет youtube с вами Ваня и есть несколько хороших новостей первое я попробовал обработать видео которое раньше вылетало и оно работает то есть youtube починил видеоредактор но если честно мне понравилось заливать без обработки реально экономит время то есть достаточно только залить видео и все а так нужно залить видео дождаться пока она обработается потом обработать его в редакторе подождать пока оно обработается потом загрузить ему значок ну короче так ну ладно в общем я зарядил полностью ухта место у меня есть в общем я зарядил полностью странно броню и и решил все таки проапгрейдить тут энергосистему сейчас вам все покажу то есть вот это вот самое продвинутая энергоячейка хранит она так ну ка раз два три 50 миллионов энергии вот это вот red power там вот сзади я тоже заменил вот эти вот энерготрубы на способные проводить то есть видите вот она способна за раз выдавать 10 тысяч за тик в одной секунде 20 тиков ну приличный объем энергия и вот это вот штукенция как раз только принимать и может то есть имея вот здесь приличный запас мы долго но конечно но намного быстрее чем вот напрямую от этих двигателей потому что вот эта ячейка она ну никак не может успеть за этой штукой ну раз я все это сделал за кадром давайте вам покажу то есть чтобы сделать энерготрубу такую вот так шифт не работает показать ее информацию ну ладно я так понял что это тут сразу таких труп нет уже готовых чтобы посмотреть да потому что это только фрейм вот то есть это делать из электрума харденда глаз а она делается из пыли обсидиана и пыли свинца в эндакшин смилтере появляли получаются вот такие вот каркасы эти каркасы нужно засунуть во флейт транспузер вот сюда и сюда на каждую получается там у нас шесть каркас на каждую трубу нужно два кусочка редстоуна вот у нас здесь все настроено то есть выплевывать вправо здесь настроен вход справа то есть расплавный редстоун попадает сюда заполняет ячейку появляется энерготруба блин ну должна же быть а вот же вот вот она как раз смотрите проводит 10 тысяч энергии то есть рецепты то есть это переходный рецепт мод недавно обновился там что-то они изменили чтобы одни трубы переделать других нужно было собрать положительно крафт-стол и просто так переработать а так здесь вот показан рецепт вообще не раньше так делались да 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 этот как раз добавили когда совместимость с мультиблок api вот тогда и пришлось эти трубы вот так вот переделывать так ну ладно ну естественно вот у меня тут все уже и кончилось весь уголь я пожег и решил все-таки поставить две печки потому что одна печка не успевала заполнять вот эти все четыре двигателя ну как в принципе справлялась то есть это было надолго хватило но когда бы она все-таки достигла нуля то двигатели бы начали работать как-то по очереди с перерывами ну я решил что лучше иметь вот здесь запас угля вот и поставил две печки также тут начал вяло как вы видели вот еще одно выросло здесь вот навел порядок тоже все заделал красиво ну это ладно это как бам то есть я решил все-таки пойти переплавить руды пока плавились руду ну просто реально несколько стеков железа там загрузил стоял думать что я стою скучаю дай думаю тут а и эти самые помните а вот испугался почему-то делать вот эти эндериум инготы в общем ну я тут принципе по дороге несколько данжей разграбил новых странно что я их раньше не замечал и там были эти вот шайни ингота и в итоге я то есть вот на эту энергоячейку то есть нужно сначала сделать вот такую ну такой мы делали точнее как я делал для батарейки для брони нужен был вот такой вот фрейм то есть в принципе делается он тоже тут электрум хардендан глаз стекло потом также засовывается в ликвид транспозер и для него нужно расплавить 40 единиц редстоуну вот то есть имею такую ячейку ну тут тоже ничего сложного свинец получаем такую ячейку она сколько-то там 2000 а это сколько надо до 10 миллионов 10 миллионов энергия на хранит вот а уже имеют ячейку очень легко сделать вот такую имея эндериум просто берем неважно она там заряженная разряжены частично заряжены если мы аккуратненько снимаем вот таким ключом то вся информация сохраняется и после апгрейда будет пропорционально сохранен объем энергии какой в ней был был 10 миллионов энергии вот в этой будет 10 миллионов но вместо в ней больше поэтому еще можно быть дополнительно зарядить собственно вот то есть весь весь я так понимаю это называется шайни ингот но по смыслу это пластика платина какой пластик странно почему пластик а это я что-то подумал про майнфэкторе релоудит там что-то из пластика делается вот так ну собственно вот вторая новость ну как бы все это конечно занимало долгое время тут периодически весь день кстати 8 марта все к нам с праздником забыл совсем поздравить вот то есть я помогал всем тут нужно было куча стоуна там еще чего-то параллельно я там это все жарил им продавал и они построили все что только можно ну и при этом моя торговля тоже дала правда плоды то есть теперь я получил статус один из нас при этом статус я могу купить вот этот посох создания с помощью которого можно будет создать деревню но то есть вот репутация у норманов но тут я нажал кнопкой м если не знаете здесь можно настройки помощь посмотреть тут карту загруженных чанков тут есть легенда этой карты не суть то есть вот стеллар что-то типа звезда там звездный статус давайте поспим пока в общем то есть статус для получения посоха я получил но чтобы стать лидером этой деревне точнее не этой деревне статус лидерства у норманов вот он кстати этот чувак у меня статус был недостаточный ну я решил не тянуть время до сходил в деревню в ту в обычную набрал там полок книжных принес продал им этого не хватило ну давайте так ну я так понимаю что теперь я лидер норманов смотрим ничего не изменилось куда-то чувак пропал глава деревни блин я у него еще хотел так и сундуки еще закрыта так ну в общем специально вот не хотел на эту кнопочку нажимать хотел сделать на камеру и посох покупать не хотел давайте купим он нам нужен по-любому так теперь давайте взглянем на карту то есть принципе они так плотненько застроились кто это женщина то есть я здесь сделал два мостика и хочу заказать у них построю к себе особнячную и очень надеюсь что они его построят на этом острове то есть теперь они смогут туда пройти в принципе там место большое стой-стой-стой-стой-стой-стой чувак стой так отель по комнату в отеле что ли не комнату в отеле я не хочу я хочу вот эту штуку надеюсь это она так на карте ничего не появилась ну раньше вообще-то заказывал до завершения строительство деревьев давайте посмотрим лог так строительство вашего особняка начнется скоро может он не отображается на карте или они меня его так это плотник это башню здесь тоже пустое место да будет обидно если возможно что-то чего-то не хватает для строительства так но это вот здесь обычно так тоже ничего нет тоже ничего нет блин так а что им так дерево есть стекло есть но эти они производят так дерево стоун кстати давайте на всякий случай так ты здесь у нас куда я стоун-то везде сделал сюда наверно широкая какая блин так чизлот было у меня такое чувство и в прошлый раз то есть после того как они закончили развитие деревни ничего не строили тут ну здесь видите ничего не отображается так шерсть я ведь тоже по моему а не шерсть они сами произвели я в них ее покупал так в принципе да да видимо чего-то им не хватает я не знаю чего надо было заказывать раньше но я так хотел чтобы они так ну в принципе ладно мы может быть я посмотрю веки может там скажут что нужно какие ресурсы для строительства и я им их докину давайте еще раз глянем что у них вообще есть так каблстоуна у них нет вообще кстати это возможно то чего им не хватает ну ладно мы этим сейчас не будем заниматься давайте отправимся кстати кстати я боюсь что с этим квестом я немножко ступил скорее всего надо было ну кстати вот я этот данжен разграбил все пережег в этот самый в уголь так вот давайте через вот этот лес полетим здесь я нашел интересный данжен со спаунером этих самых снеговиков так вот у нас уже алхимик а вот он прикольный такой здесь у меня здесь вот был скелет здесь постоянно спаунились вот эти вот товарищи ну смотрите у них вообще прикольно так стол вот они его в угол снежками запинали и ну он отстреливался конечно но постоянно появлялись новые снеговики так вот тут много всякой фигни я собрал ведра как обычно железо железо здесь же я нашел этот shiny ingot и так далее так что тут еще было интересное по моему ну я уже забыл а ну вот по поводу квеста то есть по идее то есть по идее после завершения квеста вот это с этим мудрецом нужно вернуться в деревню и поговорить с лидером и по моему я этого не сделал возможно поэтому у меня нет лидерства у хинди у индийцев так ладно то здесь надо будет не забыть тоже после этого алхимика надо будет вернуться поговорить с лидером деревни давайте возьмем следующий квест то есть мне сейчас у меня есть место отлично 32 obsidian 32 tnt то есть насколько я понял этот квест заключается в том что нам то есть вот тут вот мы покопались ой 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 сейчас тут на нас мамы начнут сыпаться ладно так 32 как бы нам его так ровненько разложить подробных инструкций в википедии нет но написано что по ходу выполнения я буду получать подсказки так семь раз два три четыре пять раз раз два три четыре пять хм ну как бы квест рассчитан конечно на стандартную генерацию что бодрок неровный там там сколько-то динамита должно касаться непосредственно бодрока так ну я не знаю ну давайте насколько я понял то есть не обязательно чтобы это вот прям вот с открытым небом было так вот теперь надо быть внимательнее ага видали он появилась то есть суть нужно вот то чтобы с одной стороны был бодрок с другой стороны обсидиан во можно взрывать говорят вот а вот это не будет кстати работать скорее всего вот и узнаем заодно сто пудов не будет работать давайте как да ладно в идее оно должно рвануть все насколько я понял вот это не обязательно тут так отдай ба-ба-бах так что-то мы там написали короче надо идти сообщать сообщайте результат алхимику это довольно таки простой квест на самом деле могли бы и поиздеваться типа добудь обсидиан там добудь тнт это тогда бы квест превратился вот так это корова ладно пусть живет квест превратился в ад кстати за прошлый квест мне дали я просто не заметил у меня места в инвентаре не было то есть алхимик мне дал амулет алхимика у меня два новых трофея и еще я посмотрел случайно летсплей Итхо ну забугорный летсплейщик довольно таки популярный но и узнал от него что по этим можно правой кнопочкой щелкать ой простите сейчас я наползу ой так вернулся простуда мать ее здесь можно нажимать правой кнопочкой мыши и будут звуки соответствующие этому если это будет статуя эндермена то он периодически еще будет тебя телепортировать ну так просто просто for fun как говорится так давайте сдадим ему результаты квеста он мне ничего не дал ну ладно ну так вот я был в шоке оказывается Итта теперь играет на сборке Fit the Beast на сервере Майнкрафт куда катится этот мир что еще скажешь не ну реально у него там я не помню просто немерено серий именно по ванильному Майнкрафту так ну что-то он мне следующий квест не хочет давать блин может он мне что написал надо было читать надо было читать надо было читать надо было читать я так понял что он мне должен дать следующий квест ничего никуда бежать не надо за ним может даст давайте тут побегаем немного в принципе может быть уже даже заканчивать пора так а может быть он мне его дал давайте посмотрим здесь должны показываться так написано что я завершил часть садху так я завершил 7 из 13 алхимика и следующий не начинал так это для мая так и здесь вот на следующей страничке ну там должны текущий квест отображаться ну-ка так варить он чори ортодокса астрали на греки столь какие-то или и тоже какой-нибудь отшельник так ничего интересного короче следующий квест они мне должны дать координаты какой-то аномалии который вот можно будет по кнопочке в более точно определить ну так же видим будет говорить что вот там столько то пройди столько сюда и копаться надо будет тоже примерно до бедрока и там должна быть комната из бедрока точнее две здания здание из бедрока в нем две комнаты со спаунером как написано что там там жестоко все слушайте а че алмаза что ли нет ну кстати эмеральда эмеральда я заберу вот эти вот так а там что это зомби так ну и собственно как бы в моих условиях этот квест тоже особо особого труда не составит в моей-то броне и с моим то послушайте а вот это точно алмаза или опять меня а олова блин а ну зачем они сделали блин главное алмазы то не нужны а ну вот видишь что-нибудь синенькое и прям жаба жаба сразу о есть аномалия давайте сто тридцать один метр на юг смотрим так юг туда сто тридцать один метр я так чувствую что это девяносто два а так стоп стоп на юго-запад так кстати вот тут тоже какой-то данжен такой смешной так аномалия сто двадцать два метра на запад туда вот туда вот стоп на блин говорю запад а сам так здесь смотрим пятнадцать метров так стой три метра на юг раз-два-три так не нравится мне это дело давайте сделаем дырку раз уж нам вроде пока прет давайте закончим этот квест и это будет все на сегодня блин а давайте-ка пожарим то как бы нам там не огрести так кстати да каблстоун нам нужен так это нам пока не нужно давайте минералы уберем так что тут у нас еще хорош после создания уберем в строй материала это вообще выкинем так ну вроде бы снежки нам не нужны этого у нас сейчас будет достаточно ну как обычно мы ничего не боимся у нас есть джетпак и крутая броня то есть если будет куда она будет куда улететь мы справимся так проверим на всякий случай блин еда так быстро кончается я так забыл поесть наверное забыл так опять земля блин молот бы не сломать блин молот бы не сломать слышите сюрприз так так ай так 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 что нам не нужно нам песок вообще не нужен аааа ну вот так вот давайте и гравий точнее не гравий а этот Так Мы на десятой глубине Ага, смотрите, вот Вот она На восьмом уровне Бедрок Сейчас мы его А, давайте Странно Неправильно запоминает состояние То есть включим Ночное видение Я его выключил, чтобы Энергию по-напрасу не тратить Так Блин, жалко, молд Потрачен Ай 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 Блин Как нехорошо Я так понимаю Там Ну, как понимаю Я как-то смутно так помню Описание этого квеста По-моему, нужно будет что-нибудь, что-то взять Видите, там лавы сверху То есть во второй комнате Ай, ай, ай Иди отсюда Блин Давайте землю выкинем Медь выкинем Так Мне нужна вода Мне нужна вода Прикольно, блин Каблстон генератор Получился Блин, а там лава Че же делать Ладно, давайте сверху что-ли его тогда зачищать Кыша Блин, вот же не повезло-то, а Так Мда Не все так просто Как казалось Кыша О! Так! Алмаза! Ну, вот она! Вот она эта комната! Так, вот она улица, вот этот дом, вот эта девушка, что я влюблён. Как пелась в одной песенке. Так, что у нас там? Фигня одна. Так, ну, как же мимо алмазов-то я пройду, а? Ну, никак. Скоро... Мне вот их реально сейчас положить некуда. А, нет, есть. Я тут маленько освободил место. Так, продолжим. Продолжаем разговор. Кстати, вот из этих штук можно сделать, то есть увеличить себя жизнь. Ну, это так довольно-таки накладно. Моба дроп нужен с этого самого, со скелета-иссушителем. Так, dark iron нафиг не нужно. Блин, опять алмазы, а? Не, ну, они реально издеваются. Как будто знают. Во-первых, они мне нафиг не нужны. Зачем я их собираю? Так, ну, здесь можно просто проломиться, можно поставить рычаг. Говорят, тут... Ай-яй-яй, эти вот пауки, это плохо. Это очень плохо. Меня тут могут и порешить. Так, ишь отсюда. Ну, Вики советовали здесь вот заделать. Есть. Да, вот у нас есть. Лопата нам не нужна. Давайте действительно так возьмем и заделаем. Пусть они себе там беснуются. Хм, интересные скелеты без луков. Так, тут че? Ага. Так, так, так. Опа. Хе-хе-хе. Детки в клетке. Так, и вот в этой комнате... Да. Странно, было написано, что здесь один. А, да-да-да-да, точно там че-то было написано, что сундук будет пустой. Ну все, теперь осталось вернуться в железную дверь. Зачем мне железную дверь? Мне вообще дверь не нужна. Давайте-ка воспользуемся халявой. Абсолютно ненужный, кстати. А, кстати. Да-да-да. Почему же сразу ненужный? Еще я у Итха увидел интересную фишку. То есть этот... Глоустон можно тоже в магма-круссибле растворить и налить в ведро. Простите. Так, надо заканчивать. Что-то меня прям плющит и колбасит уже. Давай, забирай. Монстр, были монстры. Пули над головой свистели. Хе-хе-хе. Так, ладно. В общем, фишка какая, что вот этот вот, как он там называется, дестабилизированный Голлстоун, у него он подчиняется как бы обратной гравитации. То есть его можно разлить на потолке и при этом он светится. То есть он использовал там в своем помещении в качестве освещения. Просто разлил его по потолку. Ну смотрелось прикольно. А во-вторых, освещение равномерное. Сейчас-то можно, конечно. Можно там Голлстоун разложить. Но сколько нужно этого Голлстоуна? А тут всего одно ведро жидкости, я так понимаю, 4 куска. И он как бы растекается, как обычная вода там на 8 блоков. То есть, ну, представляете. То есть так бы там была тоже такая же площадь освещена, но нормально был бы освещен вот маленький пятачок, а там бы уже все тускнело. Ну, не знаю. Я думаю, мы это попробуем обязательно. Так, слушайте. Давайте гулять так гулять. Давайте вернемся к Норманам. Ну, продадим им весь Каблстоун. Так, так, по-моему. Да, правильно. Сюда. Я все-таки надеюсь, что они у меня построят усадьбу. В принципе, она мне тоже особо нужна. Ну, просто. Интересно, получится мне, чтобы они построили там, где мне нужно или нет. Ну, кстати, про следующий квест я тоже не читал. Так что все равно сейчас продолжать пока вслепую совсем не хочется. Вдруг там какой-нибудь нюанс будет. Так что уж это самое. Так, у тебя для нас ничего нового? Нет. Так, а что у нас у Норманов? Ну, я очень надеюсь, что им не хватало. Ну, в прошлый раз они мне усадьбу построили из Каблстоуна. Ничего не появилось. Ничего не появилось. Так, может шерсть? Шерсть у них полно. Что же им еще может понадобиться? Давайте так посмотрим. Вдруг они меня построили уже. Нет, ничего они мне не построили. Может быть и не построят. Ладно, я тут еще побегаю, попробую поговорить с главой деревни. Спрошу, где мой особняк, за который я заплатил 20 золотых монет. Кстати, если не ошибаюсь, там цена была 20 монет. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Увидимся в следующей серии. До встречи! Удачи!